Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про один очень хитрый удар. Впервые этот удар я увидел, когда еще только начинал заниматься боксом, будучи подростком, дома проглядывал старые видеозаписи боксеров из прошлого, черно-белые записи. И вот этот удар я увидел, например, у такого боксера, как Джо Луис, потом увидел у Рокки Марчана и у многих-многих других. Впоследствии этот удар я видел и у боксеров современных. Например, у такого боксера, как Флойд Майвезер, Артура Гатти зачастую пробивал этот удар и у многих-многих других. Действительно, очень интересный удар, что его даже по прошествии стольких лет, то есть и боксеры из прошлого, и современные боксеры его пробивают. Удар интересный, о нем я сегодня вам расскажу. Конечно же, будет история из жизни, но обо всем по порядку. Погнали! Начнем с того, что когда боксер боксирует, он смотрит на своего противника, смотрит на перчатки, чтобы увидеть начало удара, начало атаки. Смотрит на подбородок, куда хочет попасть. Все время контролирует своего противника взглядом. Так вот, друзья, этим мы сегодня и должны воспользоваться при нанесении нашего хитрого удара. Находясь на дальней дистанции, подсаживаемся на ногах, уходим в нижний ярус, немножечко можно приопустить левую руку, уходим вниз и смотрим, когда противник нас захочет разглядеть, что же мы там делаем. Это происходит практически всегда. Более того, зачастую противник, боксер делает еще такую ошибку. То есть он не просто смотрит, да, где вы там, что вы там делаете внизу, он еще вот так вот руки разводит, чтобы там получше разглядеть, где у вас там рука, где у вас чего. Происходит это автоматически. Вот, ну, просто вот боксируем, боксируем, раз уходит вниз, хоп, развел руки, чтобы посмотреть, увидеть, чтобы не пропустить что-то интересное. Начало атаки, начало движения, начало удара. Но зачастую, когда вы уходите в нижний ярус, да, то есть противник ожидает от вас удара в корпус, в корпус, то есть вы же ушли в корпус, ушли вниз для чего? Чтобы, наверное, наверняка, чтобы пробить в корпус, а в голову, соответственно, его не ожидаем. И вот, раздвинув руки, увидели, что он раздвинул, получается, открылся. Вы наносите четкий, молниеносный, быстрый, левый, прямой удар в подбородок. Это действие для вас будет совершенно безопасно, если вы будете находиться именно на дальней дистанции. И пробьете с шагом левой ноги, то есть сокращая дистанцию во время нанесения своего удара. Поэтому вы можете здесь спокойно руку опустить, то есть вы находитесь на дистанции, в случае чего сразу же разорвете, то есть ноги у вас уже заряжены, уже подсели на них, они заряжены. Всегда можно отскочить назад, отпрыгнуть, либо сработать корпусом и так далее. То есть вы находитесь, в принципе, в безопасности, потому что на дальней, относительно на дальней дистанции. Теперь расскажу, какие варианты этого удара, при каких обстоятельствах лучше его пробить. Очень хорошо он проходит, когда у вас в центре ринга происходит некая такая тактическая игра. Вы что-то ушли вверх-вниз, там такая позиционная, да, то есть никто никого не атакует, никто никого не давит, не поддавливает. Вот здесь очень хорошо, очень свободно это все проходит. Ушли вниз, вот дождались, где он там открылся и наносите. Главное сделать его, конечно, быстро, не заряжаться, не надо стараться его сильно пробить. Потому что, по сути, это просто четкий такой укол, да, укол шпагой. Вы воткнули, все, у вас есть преимущество, вы очко заработали. В то же время здесь же можно его и развить, да, то есть пробили, ушли, раз еще накатили туда атаку, контратаку, серию добавили. Второй вариант, это вы пробейте в корпус сначала, да, то есть пробейте левый в корпус, справа в корпус, то есть обработайте корпус. Соответственно, ваш соперник будет ожидать жесткого удара в корпус. То есть он будет, он же уже пропустил, да, он будет еще раз бояться туда пропустить, да. Соответственно, вы показали, что бьете в корпус и тут же наносите молниеносный удар в голову. Здесь даже не нужно ничего выжидать, ничего там не ждать, когда он раздвинет руки. Вы просто показали вниз и сразу же пробиваете туда в голову. При этом, уйдя в нижний ярус, то есть подсели вниз и туда воткнули, пробили. Вот такой хитрый удар. Отрабатывайте, пробуйте, работайте. Это действительно хорошее действие, оно рабочее. У меня сейчас это получается. Раньше, тем более, я постоянно его бил и на тренировках, и в бою проходил этот удар. Очень интересный, так выводит из строя, то есть пробиваете, все, противник не понимает. Вроде бы ничего не было, да, вроде, что тут это, раз, а уже пропустил удар. Не успел опомниться, уже выхватил. Тем более, как я уже сказал, да, вы можете развить это действие. То есть попали, тут же защитились и еще дальше добавили серию ударов. Либо пробили в корпус, перевели на голову. Пожалуйста, работайте, развивайте и получайте дополнительные очки. Сейчас, друзья, расскажу вам одну интересную историю. Тоже касается хитрости, да, обманных действий. Но перед этим у меня вот была тренировка на днях, да. То есть я приседаю, двигаюсь к высотам, к вершинам. Была у меня тренировка со штангой 175 килограмм. Поприседал. Посмотрите, как это было, а потом история. Погнали! ПОДПИСИСКОВОЙ ПОДПИСИСКОМА дело было в конце 90-х я учился в старших классах и вот к нам попал в класс там паренек их семья приехала из армении армянин попал распределили к нам в класс неплохой парень там хороший добрый такой физически крепкий знаете как у кавказа у них щетина такая усы уже таким проскальзывают такой крепкий паренек ходил там секцию карате ну в общем все мы это все знали очень нормально общались и вот как-то на одну из перемен у нас там какая-то толкотня там случилось там вроде там пятнашки там раз-раз начали пятнашки работать с ним ну я знаю что там какие там каратисты у нас в городе там да никакие там ну я соответственно дергаю вниз дергаю и просто до дальнего плеча оттянуться не было возможности и я соответственно ладошкой так вот ему в лицо в подбородок какую-то кузнать как по щечню такую даю но очень легко аккуратно так замедлил скорость руки потому что знал что попаду потому что ну все те кто не занимаются боксом все реагируют на это действие все пропускают там каратист не каратист борец все пропускают этот удар ну я также финтанул и соответственно левый боковой провел так по щечню такую небольшую такую аккуратненько дал ему по лицу ну у него смотрю глаза вроде там завелся там вроде там чё а уже перемена звонок закончился закончилась перемена начинается урок ну и мы вроде рассаживаться пойдем в класс рассаживаться по партам и он идет и мне там все там все после этого урока идем на улицу там деремся я такой не вопрос давай почему нет пойдем на улицу будем драться ну вот мы сели за счет за партой все сидим начинается урок я сижу значит принципе ну что как бы анализирую ну там каратисты ну понятно каратисты у нас там они ну в нашем городе по крайней мере ну карате это если одним словом характеризовать это вообще никакие спортсмены то есть нет ничего из себя не представляющий соответственно я был готов да все равно конечно какой-то мандраж как перед любым поединком все равно до присутствует и я поворачиваю голову да и бросая взгляд на него да то есть на этого паренька я смотрю он вообще сидит там побелел позеленел там то есть вообще там сидит вообще не знает что там видно что переживает очень сильно покраснел позеленел побледнел там все 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 эмоции там ну я значит раз ну ладно понятно да то есть уже понятно парень горит я тот момент уже тоже выступал на соревнованиях уже там да то есть каких-то там высот еще не до не добивался но тем не менее уже понимал как это что это перед боем да то есть что человек переживает там как что будет как что пройдет я вижу что он просто вообще горит заканчивается урок то есть пролетел там все то есть ну я подхожу к нему там ну чё там вроде там ну чё договорились да ну в любом случае надо идти уже что-то решать этот вопрос там драться не драться ну подхожу ему раз что ну и он как бы тоже ко мне навстречу идет там подходит и такой пашку я драться не буду нет все я все ты победил вопросов нет я победил в принципе в общем-то понимал что я и так бы победил да так вот друзья какая мораль у этой истории видите хитрый удар хитрое действие она дала свои плоды дало свой эффект то есть я четко попал все противник сразу же запереживал как что где там предстоит сейчас драка да через урок соответственно он все понимает он уже пропустил он уже соответственно может пропустить еще больше и соответственно выхватить отхватить еще сильнее поэтому друзья вот такая такого случился поединок без поединка на то есть просто одно действие один хитрый удар расставила все точки на свои места и поединок был выигран без его соответственно без начала этого боя кому понравилось ставим палец подписываемся до новых встреч